Добрый день, дорогие друзья! Программа у Татьяны, наша песня. Мой соседник, человек очень известный, я даже не буду называть, я думаю, не надо будет угадывать ни с одного аккорда, ни с двух взглядов. Это замечательный наш любимый Андрей Батурин. Здравствуйте, Татьяна Константиновна, спасибо за столь лестные слова, это, конечно, очень сильно. Это не соответствует действительности. Это сильно, но это абсолютно соответствует действительности, это соответствует моим представлениям, и представлениям очень многих людей, которые вас знают. Спасибо. У нас огромный праздник, День России. Вот я бы хотела задать, ну, буквально пару вопросов, как получится. Вы очень много ездите, ну, расскажите, где вы бываете и что запоминается? Ну, я могу сказать, что, безусловно, мы с вами вместе и в отдельности много ездили и по Советскому Союзу. И, в принципе, страна, наверное, по большому счету не меняется, хотя города становятся более современные, становятся какие-то методы работы современными. Но для нас это все равно большая наша многонациональная страна, где жили наши друзья-композиторы, которых много уже нет, где создавалась прекрасная и чудесная музыка. И одного прекрасного композитора мы с вами слушали вчера, и действие тоже было посвящено России, как вы помните. А что мы вчера слушали? Напомните, пожалуйста. Мы слушали Александра Леонидовича Хлевицкого, прекрасного нашего композитора, который все свои вчера шоу, состоящее из мировых премьер, вот одно за другим, посвятил России. И все композиторы и думали о России, и думают о России, как это было в советское время и сегодня, и это прекрасно. И мы сегодня выходим, мне кажется, на тот самый уровень. Может быть, это неприлично будет, что я скажу, что на уровень Советского Союза именно могучие державы. Когда наш президент говорит, я вот сегодня слышал прекрасные его ответы на вопросы какой-то телекомпании, где он говорил совершенно правильные вещи, мы становимся той могучей державой медленно, не очень быстро, потому что быстро это невозможно. Мы с вами много, где-то порядка два поколения, мне кажется, если вот так посчитать, жили в таком каком-то новом демократическом обществе, когда какие-то вещи можно было забыть, что-то можно было не ценить. Действительно, люди стали немножко другие. Вот сейчас мы возвращаемся к каким-то таким правильным истокам, которые мы должны бережно хранить 100% и должны передавать из уст в уста, из рук в руки своим потомкам, потому что это наша история, история вашей семьи, моей семьи, история семьи Александра Клевицкого, всех наших деятелей культуры и всех наших простых и разных людей, рабочих профессий, которые существуют, и профессии это забываются. Поэтому я День России, хоть праздник и новый, я его считаю вот таким стабильным праздником нашего государства, не меняя разницы между СССР и Россией. Вот завтра мы летим в Ингушетию. Это маленькая, но гордая республика, наверняка, я скажу. Может быть, сейчас трудно с бюджетами, где-то нет каких-то денег, но все равно люди стараются хранить то, что надо, и продолжать те музыкальные традиции, традиции композиторской школы. Может быть, не хватает музыкальных училищ, высших учебных заведений. Но я верю, это будет, потому что даже вот те поручения сейчас, которые дает президент о бесплатном втором образовании, это было поручение дано еще где-то в 2017 году, и только в 2021 оно дошло вот до какой-то начала реализации. Еще наверняка... Ну, это настава, потому что вы правильно сказали, что седьминутно это не может быть сделано. Это не делается быстро. Конечно, нам с вами хочется, чтобы и песня, и наша песня была вот сейчас, при нашей жизни и сейчас, но, черт по делу, не сделается это быстро. Но зато появляются люди, которые хотят очень это сделать. И вот недавно мой друг Игорь Бухаров, такой уважаемый человек, председатель ассоциации рестораторов, отельеров, Игорь очень такой человек, активным в этом плане, и вот он ездит по России, все время помогает бизнесменам в это тяжелое время. И вот сейчас они пробили какой-то налог, очень сложный, которым, как Игорь писал, приходилось доказывать всем ходить. Очень мало чиновников, которые понимают людей. Вот мы воспитали такие поколения чиновников в разных направлениях, но они вот едины, что они вот есть закон, есть, да, можно, нет закона, нельзя. Когда-то у нас была же личная комиссия правительства Москвы, и мы собирали туда людей, потому что у людей бывают ситуации, когда она не подпадает ни под какую рамку закона. Бывает. Суть им мы деятели культуры тогда помогли, потому что, а мы собирали все заинтересованные стороны, и говорили, ну так же нельзя, нельзя человека выбрасывать на улицу. Если он не попадает под закон, он все равно должен чему-то соответствовать. И принимали решение на свою ответственность. Вот так же и Игорь, ему удалось какой-то сложный закон пробить, и он говорит, что есть люди, есть люди с человеческим лицом, есть Татьяна Константиновна, которая заботится о песне. Вот, да, и таких людей наверняка много, но активных людей немного таких. Вот есть Татьяна Константиновна, еще какие-то люди. Есть Саша Клевицкий, который думает о России. Я не могу сказать в своих глазах. Спасибо. Нет, есть Саша Клевицкий, который думал о России и сделал большой прекрасный концерт, который был посвящен России. Наверняка все зрители вдвойне почувствуют силу этого праздника. Есть замечательные артисты, которые были на вчерашнем концерте. Нет, ну, фестиваль. Это же в рамках фестиваля, который называется... Ну, это фестиваль. Ирина Анатольевна Герасимова, та же руководитель радио «Арфей», и прекрасный Александр Соловьев, который там прекрасные кантаты исполняли. Это же все люди, которые думают о России. Вот когда эти люди соберутся и вот этими маленькими делами, потихонечку это все колупается и делается на самом деле. И я думаю, что День России – это святой праздник. Мы будем встречать его в Ингушетии с группой наших товарищей композиторов, по Союзу композиторов. Мне сегодня прислали, как оркестр ингурских народных инструментов играет мою сюиту «Моя Ингушетия». Мне очень понравилось. Поэтому я надеюсь, я услышу, как она прозвучит. Прозвучат песни композитора Олега Каледина «Ингушетия». Это уже будет большая премьера. И завершим ее большой такой песней о единении. С нами едут прекрасные поэты Александр Шаганов и Симон Асяшвили. И мы там поздравим Россию тоже с праздником оттуда. Поэтому я вас поздравляю, Татьяна Константиновна. Вы тот самый человек, который нашу Россию делает великой. И я счастлив, что такие люди есть. Я счастлив, что я их знаю. Андрей Константинович, вы сделали такой поворот в программе, который я не предполагала. Я вообще-то не о себе делаю. Нет, а я пример привел. Я же не то, что как бы... А вы же передо мной поэту, а кого мне еще? Я вот близлежащая. Вчера мы у Саши Клевицкого были с вами на концерте. Вот пример. И всех видели товарищей вышеупомянутых. Они тоже делают это. Ну а что ж? Мы можем вспоминать еще долго и других. Вот просто это будет долго. Да, да. Конечно, безусловно. А теперь вы поздравили замечательно. Я присоединяюсь к поздравлениям. Я сама принимаю поздравления, потому что этот праздник не так давно организован. Но в душе-то у нас это все есть. Конечно, конечно. Теперь вот все-таки не могу я не задать вопрос такого рода. А какой-то символ России, какое-то яркое воспоминание, может быть, впечатление есть у вас? Вот лично у вас особенное какое-то. Ну, наверное, я вам расскажу вот то, что сегодня я, когда говорил о символе вечного огня. Очень интересный вопрос с утра возник у одной организации. Они попросили меня рассказать, что такое вот, как вы представляете, что для вас вечный огонь или как это правильно. Я даже себе записал не то, что символ. Да, что такое для вас вечный огонь? Вот они меня спросили. И, безусловно, я им сказал, что это символ нашей страны, хотя, может быть, вечные огни есть и в другой стране. Это символ нашей памяти, символ нашей истории, нашей любви к предкам, любви к нашим родителям. И вообще это какой-то символ, который нам напоминает вот о том мире, который мы должны хранить, и что как нехорошо, когда происходят какие-то войны, и что погибают люди, то есть какие-то глобальные катастрофы. Но я вспомнил случайно примеры из детства, потому что мне кажется, что вечный огонь первый у нас появился на могиле неизвестного солдата где-то в 67-68. Я уже был сознательный, вот мне лет 8, наверное, было. И я помню, с каким благоговением, то есть я как маленький мальчик, не понимая, откуда берется вечный огонь, я понимал, что это вечное что-то такое. И вообще была могила неизвестного солдата, мы понимали, что вот нашли неизвестного солдата, его сейчас похоронят, там это будет тоже символ нашей страны, мы будем поклоняться тому солдату, который защищал нашу родину, и там будет гореть вечный огонь. Я думал, что это такая великая сила, вечный огонь, который не может погасить ни дождь, ни слякоть, ни снег, и он горит миллион лет. И только сейчас, в зрелом возрасте, мы с вами понимаем, что вечный огонь – это вот трубы, по которым идет газ. В принципе, ничего такого там, как бы кажется, технически-то нет, но вот все равно я этот символ пронес с собой с детства. И вот хотя бы я сейчас знаю, что Деда Мороза не существует, и вот существуют технические поведения. А все-таки существует. Да, и все-таки он существует, и вечный огонь существует. И для меня вот эта великая сила русского народа и многонациональной нашей страны, состоящая из всех национальностей, которые просто вот этим словом русский народ я назвал, поэтому для меня это великая сила нашего народа, великий код нашей нации, и это вот та история, которая мне все время, вот когда я вижу этот вечный огонь, сейчас их стало, когда он был только на могиле неизвестного солдата, а теперь в разных городах у нас есть такие памятные места. Для меня это вот символ славы нашего народа, это Россия, это вот напоминание нам о великой истории нашей страны. Вот так вот. Ну просто, вы знаете, я потрясена, потому что, ну как, вот такой эмоциональный рассказ о том, что обычно, знаете, вот проходит как-то формально. Ведь мы сколько раз видели вечную огонь? Нет, я это просто помню, я помню, потому что тогда для меня это было настолько вот, это настолько вот этот подъем, он сохранялся. Вот почему мы говорим, что детей надо воспитывать на хороших песнях, вы говорите, вот на детских, на памяти, вот на этой вот, оно вот с детства, оно как осталось, вот, и мне, и Дед Мороз существует, и вечный огонь есть, вот он горит, и вот он и будет гореть всегда. Так, в том-то и дело, с одной стороны, это абсолютно реальное что-то, да, газ горит, а с другой стороны, это какой-то символ, который навсегда остается. Ведь вы передадите это и своим детям, и своим мокам, и своим слушателям. И дети будут думать, как этот вечный, почему он вечный, этот огонь? А им говорят, этот вечный огонь, да. Не важно, как это технически. О том, что папа сказал, дедушка сказал, почему он не отстывал. Да, да. Именно так. Огромнейшее спасибо. Спасибо, Даня Костановна, с Днем России вас, да. С Днем России. Всего доброго. До свидания, спасибо.